Все мы с вами стали свидетелями истинного лица новоизбранного президента Трампа, а мы об этом предупреждали неоднократно с трибуны о том, что все это восхваление, банкеты в Думе, они в принципе закончатся примерно так. Но было бы еще печальней, если бы пострадали еще наши военнослужащие, которые, к сожалению, тоже есть на этой базе. И с нашей точки зрения это вообще-то акт агрессии, потому что как бы не нравился Асад американцам, он является официально избранным руководителем Сирии. И в принципе все действия на территории его страны с точки зрения международного права должны были согласовываться. И вы знаете, что предыдущий президент Обама настаивал на том, что оружие химическое, которое находится на складах в Сирии, должно быть передано американцам, переработано. И это снимает все вопросы. Сирия все сделала в этом плане, благодаря нашей посреднической миссии. Но тем не менее вы видите, что вопросы химударов, боевиков, управляемых известными силами, они продолжаются. Поэтому мы КПРФ в принципе настаиваем на скорейшем принятии официальных заявлений и рассмотрении вопросов в Совете Безопасности ООН. Потому что неприемлемо даже лидерам одной из верхдержав совершать такие акты агрессии. Второй вопрос, на котором бы я хотел сакцентировать ваше внимание, у нас вызывает недоумение, нежелание Единой России защищать своего лидера. Потому что наше протокольное поручение, которое было роздано на прошлом заседании, было направлено прежде всего на выявление истин и привлечение к ответственности людей. Или распространяющих клеветнические материалы, или совершающих, если это не так, коррупционные действия. Потому что в ситуации резкого обострения международной обстановки, а я вам напомню, что удар был совершен в момент завтрака совместного Трампа с Си Цзиньпином. То есть это вообще такой демонстративный акт пренебрежения к международному праву. Ну и конечно же мы убеждены, что предстоящий отчет правительства, к сожалению, несмотря на сопровождающиеся пиар-поездки, он пока не отвечает на те вызовы, которые стоят перед Россией. Потому что, к сожалению, продолжается кудринская монетаристская политика удушения собственного производства. Продолжается политика Центробанка на зарабатывание очередных званий лучших банкиров ущерб экономике Российской Федерации. И фракция КПРФ в принципе с этим не согласна и настаивает на ее изменениях. Сегодня Благовещение, большой православный праздник, который несет в себе очень большие, сильные духовные традиции. Это связано с рождением новой человеческой жизни. И сегодня Всемирный день здоровья. Я очень жаль, что те события, о которых сказал Николай Васильевич, пришлись наканун этих двух очень важных и оптимистичных, по многому счету, дат. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что, конечно же, в нашей стране многие периоды были развития, разные периоды развития. Но, увы, демографические процессы последних десятилетий являются очень настораживающими, являются весьма и весьма обескураживающими. Да, есть демографические волны, которые настигают нас в результате потерь, необратимых потерь Великой Отечественной. Но вот у меня в руках три брошюры. Одна из них – это первая попытка ученых анализировать ситуацию, которая состоялась еще и в 2000 году. Вторая брошюра – это послание президента Российской Федерации, которую он в прошлом году начал с темы сбережения народа. И третья – это брошюра с докладом на круглом столе, который прошел в рамках нашего комитета. О этих тяжелых, сложных демографических процессах уже в этом году. Я хотел бы подчеркнуть, что, конечно же, есть разные факторы усугубляющей ситуации. И один из них, безусловно, это алкогольный фактор. Но нам нельзя сводить все дело к одной этой теме, потому что за повышенной смертностью мужчин в трудоспособном возрасте стоит не только непомерное употребление алкогольных напитков, но стоят и другие проблемы. Одна из них – это те стрессы, которые обрушились на взрослую часть населения, начиная с 90-х годов, и продолжаются с каждым кризисом, с каждым таким новым угрожающим событием. И, конечно же, когда это происходит, то у людей неизбежно теряется и смысл жизни, и теряются жизненные ориентиры, ради которых нужно жить. И пропадает желание работать и рожать детей. И все это выливается в две неприятные, неблагоприятные демографические тенденции. Подчеркну еще раз. Очень низкая рождаемость. Исключением являются последние несколько лет, когда в пору отцов и матерей вступило поколение, рожденное в последнее советское десятилетие. Я подчеркну это. И родилось тогда на 9 миллионов больше, чем в первое постсоветское десятилетие. А сегодня мы вступаем в период, когда к детородному возрасту приближаются молодые люди, родившиеся в 90-е. То есть очень низкая рождаемость и высокая смертность. И все это не может не сказаться на настоящем и будущем нашей страны. У Коммунистической партии Российской Федерации, безусловно, есть предложения, которые могли бы быть реализованы в случае изменения курса, который проводится в стране. Я тезисно, телеграфно перечислю их. Конечно, если мы говорим об алкогольной беде, то нужно ускоренно вводить государственную монополию на производство и оборот спиртосодержащей продукции. Это не только дополнительные доходы в бюджет, которые можно было бы направить на оздоровление нации, на физическую культуру массовую, на массовый спорт, на здравоохранение. Но это еще и контроль за качеством, что позволило бы избежать отравлений с летальным исходом. Второе, что мы предлагаем, это серьезная молодежная политика. Об этом на прошлом заседании Думы у нас зашла речь, 5 апреля. И мы готовы свою программу представлять, указывать и подчеркиваем, что главное в молодежной политике это не всевозможные тусовки и призывы, а главное это решение трех проблем. Первое из них это доступное профессиональное образование. Второе, работа по специальности, полученная в результате образования с достойной заработной платой. И третье, это гарантированное жилье для молодых семей. В этом случае снимается социальная, материальная, техническая, как бы скажем, проблема. Но остается еще одна, и я хотел бы это подчеркнуть в третьих, говоря о наших предложениях. Нельзя забывать, что если мы постоянно наносим удары по сознанию взрослых и молодых поколений, если мы постоянно пичкаем отравленными стрелами антисоветизма и русофобии, если мы постоянно выбиваем у людей из-под ног почву, ради чего жили старшие поколения и ради чего должны жить молодые поколения, тогда остается одно «Живи, пепсихолог, живи сегодняшним днем». Конечно же, это не тот путь, которым мы должны идти. И мы предлагаем, внимание серьезнейшее, уделить восстановлению социально-оптимистичной, позитивной идеологии в нашем обществе, которая бы задавала общезначимую, высокую, великую систему ценностей и целей. Я хотел бы добавить, вот если вы проанализируете, сопоставите, 56 субъектов Российской Федерации имеют сегодня долговую нагрузку от 80 до 130% доходной части. Именно в 56 субъектах Российской Федерации, несмотря на все произносимые мантры, имеется отрицательная демография. То есть все взаимосвязано. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин